Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, до скольки лет можно рожать детей? Вот мне в декабре ступнуло 40, мужу завтра исполнится 47. Там состояние организма. Сара родила в 90. Но мы знаем уже историю библейскую. Ей 90 с чем-то, 92 что ли будет. Она когда родила последнего своего ребенка, Исаака. Единственного она родила. У нее был единственный ребенок 92 года. Но тогда люди по-другому жили. Но есть же много вариантов. Можно сделать эко. Можно суррогатное материнство. Вообще ничего не надо носить. Тут даже не про то, что нет возможности изучать. А если... Как бы супруг у меня боится, что мы просто не вывезем уже в таком возрасте. И что мы должны уже ждать внука. У вас есть дети-то? Да, думаю. Просто когда дочку первую и вторую выражали, не было таких знаний. То есть не было вас в моей жизни, не было там боговатники. А сейчас... Вы хотите со мной третьего ребенка. Я хочу служить. Ну а тогда я дадут вылез. Я хочу вашего благословения. Все благословения вам. Я не вижу, чтобы вы слишком старые были. Но как бы хороший период для зачатия идет через полгода начнется. И надо полгода почистить организм. У вас энергетики сейчас не хватает на вынашивание. Слабоватенькое. Но если вы будете все по методичке делать, то что я расскажу, то, конечно, все будет нормально у вас. Иначе, да, огромное слово благодарности. Тоже, видимо, начался сложный период. Второй брак. Получилось. Долго там боролся. Я не знаю вашей ситуации, ничего не знаю. Вы что-то там сказали вкратце. О чем вы спрашиваете конкретно меня? А вот не понимаю, что дальше нужно над собой как-то работать. Что, вторую бросить или нет, что ли? Или что, о чем? Наверное, уже брошено. Вторая уже брошена? Ну, видимо, так. Ситуация повторяется и повторяется. Уже развод официально, по-моему. Со второй? Да, может, да. А первая? А первая это уже, ну, такое, как прошлое, что ли? Ну, как прошлое, она вас ждет? Ну, что? У нее другой муж уже? Не знаю, я не интересуюсь, честно. Ну, а детьми-то интересует? Нет, дети у меня от второго брака. А, от второго брака? Да, да, да. Поэтому у меня... А, двое детей от второго брака. А зачем разводиться тогда, надо сохранить? Это не моя половина. Это материально повел, понесло к углу, и все было, там, и дома, и машины, и работают. Ну, все, все, как бы, красный, и радость. Ну, а причина какая развода? Сложно даже сформулировать, я не представляю. Ну, как бы, их много, но это, знаете, как пластинки, которые вот менялись, вот, каждый раз, треугольные пластинки. Дети как к этому относятся? Ну, один-то совсем маленький, три года, он еще слабый. Ну, как, ну, конечно, он хочет, чтобы мама с папой были вместе, не понимает, как бы, и она говорит об этом. Вот, его больше всех толкает. Старший мой тринадцатый, он уже, как, разводный. Вот, со мной живет, а маленький-то с мамой остался. С вами старший, да? Да. Семья разлетелась, да? На две части. Матери, другой, без отца. Я не вижу, чтобы у вас на сто процентов по ее вине развалилась семья. У меня сейчас идет плохой период, он закончится через три с половиной месяца, и у меня он будет менять свое восприятие мира. Мое мнение, что не надо сейчас вам, ну, ставить точку на этих отношениях. Вам надо ждать. Если вы поставите точку, вы будете виноваты, и вы за это будете точно отвечать. Третий брак будет патовым для вас. Очень жесткие отношения, женщина будет очень капризная, вы ее будете сильно любить, она вас замучит. Ну, да, подождать. Нужно сейчас с этой, вас, понимаете, жена, она где-то полгода назад зашла в очень серьезную проблему. У нее сильно начало копиться статическое напряжение, она стала очень ранимая, чувствительная, такая, все ей раздражает, ей тяжело. И вот этот период плохой у нее через три месяца кончается, она начнет думать головой. Я молился, да, чтобы от вас услышать, да, Господа, и понять, что мне... Она мои лекции не слушала? Нет, нет. Нет, это все чуждо. Ну вот сейчас ей хорошее время у нее, у нее сейчас переосмысление идет, она... Она сейчас никого найти себе не сможет, это просто невозможно для нее. Она останется одна. Самая ближайшая, только через год и три месяца у нее может кто-то появиться. Но до этого времени она уже десять раз передумывает то, что она сделает. Женщины, они когда что-то делают, они уверены, что они все встретят кого-то, они такие красивые, им кажется, классно у меня все получится. А на самом деле семья же для женщины создается. Если женщина разрушает семью, то Бог ее жестко очень наказал одиночеством всегда. И она потом просто как непрекаянная живет. Поэтому женщине разрушать семью очень опасно. И много примеров одиноких женщин, а года остаются одни. Поэтому если вы хотите сохранить семью, это благородное, правильное решение. Не нужно идти дальше в любовь. Кровь-морковь, это все замануха, которая заканчивается очень жестко. Вы это на втором браке увидели, что она жестко себя начала вести. Через некоторое время с вами. И вы прошли этот путь. Если хотите еще раз эксперимент провести, то еще будет хуже дальше. Поэтому лучше остановиться на второй и доделать это до конца. Если она не вернется к вам, Бог вас простит. Но вам надо где-то год, через год и один месяц, если она не вернется, то все. Дальше вы ее не вернете уже никогда. Я понял. Мне нужны какие-то попытки ему как-то проявлять это? Добрые отношения, конечно. Добрые отношения. Нейтральные, да? Добрые. Можно даже заботиться. Если она деньги будет от вас принимать, то... Женщина, когда деньги принимает, она не может отвязаться от человека. Вот если мужчина оплачивает ее жизнь, она уже ни за кого не выйдет. Она не может себе никого найти, потому что деньги привязывают женщину вот так к себе. Ну, то есть, если вы оплачиваете ее жизнь, то она за вами находится, закреплена за вами. А характер у нее вообще, ну, как бы она стыдно к изменениям. То есть, это вообще возможно, нет? Или она такой останется, как у нее? Ну, здесь надо так понять, что характер сам по себе не влияет на ситуацию. У всех женщин характер просто жесть. У всех. Это вот у всех одинаково. Просто есть женщины, которые, ну, хотят отношения, а есть, которые не хотят. И если она хочет, она свой характер будет как-то не показывать, аккуратненько с ним вести себя. А если она не хочет, она будет его наружу и будет им жестить, как бы капризничать и разрушать отношения. Ну, вот она наружу характер выставила, и, как бы, вам, конечно, было очень тяжело последние полтора года жить. Да, ну, это все, знаете, сейчас она будет обламываться. Вы по-доброму относитесь, но не сильно показывайте, что вы там с ума сходите без нее там. Просто по-доброму заботитесь о ней, относитесь. И смотрите, наблюдайте. А добра добра не ищут. Она много пересмотрит за какое-то, за полгодика начнет задумываться, читать репу, как дальше. Ну, вот в очках девушка. Благодарю за возможность задать вопрос. Хотела бы спросить про личные отношения, показать, встретить свою любовь. Вообще, то есть, я живу здесь, в Казахстане, 10 лет, и... Надо не встречать любовь, надо сшибать с ног. Мужиков, сшибать с ног надо. Это очень сильная женская позиция должна быть, сильная. Надо быть очень... Ласково себя вести по-доброму, социально активно, людей всех любить, улыбаться всем. То есть, ну, как бы, по-другому никак. Ну, еще важно, вам, значит, лучше, чтобы вас кто-то знакомил. Вот здесь есть, кто любит прямо женщин знакомить? Вот я, вот познакомьтесь с ней. Я хотела вас попросить удостоверение на создание мрачного агентства. Давайте еще один, сейчас там промазу. Все, вот давайте к ней. Подойдите потом, да, познакомьтесь. Есть женщины, которые прямо обожают. У меня жена вот постоянно спит и видит кого-нибудь познакомить. Она вот так вот постоянно там гороскопы делает, все, знакомится. И она любит. Есть женщины, которые любят знакомить, вот, обожают просто. И вот таких надо найти, у вас скромная такая психика. Еще я думаю о том, что, может быть, я переехала вот из такого города. С какого? Курган. Вот моя сестра, она тоже, как бы, ко мне приехала. Я жена тоже с Кургана. Да? Вот мы думаем, может, нам обратно переехать туда? То есть, может, там лучше у нас все получится, там, в карьере, да. А? Может, прямо сюда все ехали, да. Я здесь 8 месяцев живу. А я 10 лет. А там и родители, как бы, у нас остались. Ну, вот вам одинаково, что там, что здесь. А вам здесь тяжело жить. Может, вам переехать. Можете вдвоем переехать. Прямо сейчас. Можете вдвоем переехать. Ну, как бы, разницы нет, что здесь, что там вам. Вот вам. А вам лучше в Кургане. Мне? Да. Вам здесь тяжело будет жить, да. У вас семья есть? Да, у меня семья, муж, двое детей. Вы с мужем переехали? Я переехала из-за мужа. У него здесь работа. Все, тогда здесь оставайтесь. От мужа не надо никуда переезжать. Мы жили на два города полтора. Не-не-не-не-не-не-не-не, все, только здесь, без вариантов. И, значит, вам надо здесь. То, что мне здесь тяжело и не нравится. Нет, только с мужем жить. Мы никуда. Мужа нельзя оставать тебя от одного, потому что, ну, шубу кто-то другой находит. Понятно? Все, здесь жить, значит, обоим. А вам надо с девушкой искать вам. У вас сейчас хороший период ее для замужа. Хороший, да? То есть я, наоборот, думаю, что у меня... Нет, хороший. Хороший. Надо просто быть такой счастливой. Надо, чтобы вы, как бы... Сильная позиция должна быть, девушки. Надо смелой быть. Вы думаете, что-то меня никто не берет. Надо сшибать с ног. А можно смелой стать? Вы и так уже смело, нормально. Все, все, спокойно. Вот. Надо мужчин убивать взглядом. Любовью. Радостной любовью. Сильный взгляд должен быть. А если они боятся? Ничего никуда не денется. Боится, пищит, но лезет. Все будет нормально. Понятно? Нежно, ласково, но сильно внутренне. Че? А если не те подходят? Не те. Вам кого надо? Я приезжаю на автомойку, машиномонтажку. Не русские. Вам кто нужен? Магазин. Ну, что вы хотите как бы? Ну, ничего, нормально. 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 Они смелые. Все, вот, хорошо. Джигита, надо джигита, значит, будете оседлывать. Понятно, нет? У вас нет такого, что вы одна останетесь. Все нормально будет. А? Выйдите, да? Нет, все нормально будет. Давайте ловите мандарин. Все. Все. Это, девушка, вам удачу принесет. Она уже здесь. Я здесь уже. Вот она опять принесет вам удачу. Я вижу. Она у вас вот так вот. Я хочу поговорить. Мужчина? Да? Спасибо. Возможно, задать вопрос. Я где-то почти год уже слушаю ваши лекции. Вот. В общем, вопрос какой? Разрушил свою семью. Вот. И можно сказать, ну, как бы разрушил и жизнь свою, и можно сказать, что с особым цинизмом. Вот. В общих чертах можно сказать так, что когда женился, жена меня сильно любила. Вот. И я как бы ничего не испытывал и ничего от нее не хотел. Вот. И думал, ну, думаю, подожду немножко. А на кого-нибудь другого влюбится, и разойдемся. Вот. Пришлось ждать больше 20 лет. Ну, как раз. Ямолит. В общем, я терпеливый такой товарищ. Вот. Значит. И вот теперь хочу понять, кто ли, ну, насколько я сильно наказан. Ну, вы что сейчас? Я Богу наказан. Развелись с женой? Ну, в процессе. Больше никого не встретили? Я? Нет. Я, честно говоря, еще и не предпринимаю ничего. Детей сколько? Два ребенка. Одному 10 лет. Дальше дочери. Она вас разочаровалась? Где-то год назад? Что-то вы совершили? Нет, нет. Раньше, раньше. Я, мы где-то уже на товарно-денежные отношения где-то с 19-го года перешли. Да-да-да. Да-да-да. Не знаю. Прям жестко так все как-то, она жестко настроена, разочаровалась вас сильно очень. Неудивительно. Может, вам по-добрым начать к ней относиться? Ну, я, как бы, никакой, как сказать, агрессии по отношению к ней не испытываю, но и, как бы, никаких сердечных движений тоже. Ну, а сердечное движение, что вам? Хочется любви какой-то, что ли? Нет, мне просто, как бы, скоро полтинник, и хотелось бы оставшуюся часть жизни прожить по-человечески, как-то, ну, с совестью в сердце, что ли, так сказать. По-человечески? Новая женщина, новые проблемы. Я об этом ни сколько не сомневаюсь. Все они характер имеют. Привыкать придется несколько лет, потом неизвестно, как дальше выкрутить все. Что снаружи кажется хорошее, а там дальше непонятно. Все это сложно очень, сложно. Ну, вот просто, Олег Иванович, вы говорите, что вот женщина за разрушение брака наказывается одиночеством, а мужчина чем наказывается? Наказывается тем, что появляется очень жаркая любовь. После которой женщина не выдерживает нагрузки любви и бросает. А мужчина страдает потом. И вот у вас этот жар... Если человек, мужчина, готов к страданиям, я терпеливаю вообще. Да, у вас жар этот уже пошел в сердце, да. Хочется жаркой, горячей любви, хочется вам... Все зависит от нее. Она хочет развода или будет? А можно... Она говорит, давай скорее. Можно с фотографией к вам подойти будет? Ну пусть сама и разводится. Скорее пусть сама разводится. Зачем вам на себя этот брать грех? Разрушение семьи? Ну я как бы сразу инициативу проявил где-то, когда... Давай все, наверное, заканчивать уже. Ну пошли этим путем горячей любви и потом бразильский телесериал. Хотите пройти так круто? Ну да, у вас очень сложные отношения. Я не знаю, что вам сейчас сказать. Я думаю, что вам лучше сейчас вообще просто молиться Богу и думать о самосовершенстве, вообще не думать о личной жизни. Сейчас такое опасное у вас. Ситуация внутренняя. Если вы в течение года кого-то встретите, будет жара, оно начнется, вот это вот то, что вы и хотите, оно и начнется, но это будет для вас очень патовая история. Будете страдать потом вот этих отношений. Я вот начал в храм ходить, как бы пытаюсь в церковиации. Вот. Вот этим надо заниматься сейчас. Духовная практика, вот сейчас тоже лекцию, что сделал, вот этим занимается. Женой с этой женщиной вы не сможете жить. Вас судьба уже развела. У вас нет с ней возможности быть вместе. Но, ну, как бы дайте ей возможность самой решать все. Не надо вам это делать. Если она захочет, то останется. Будете думать о Боге больше. Если она захочет уйти, это будет для нее очень большая проблема. Для вас тоже будет большая проблема. Но если... Проблема готова к решению. Моя хорошее, ну, пожалуйста, не надо. Я... У меня... Как бы был такой период в жизни, где-то лет, наверное, до 17-19 назад я... была такая молитва «Господь, пожалуйста, дай мне больше проблем, чтобы я постоянно помнил о тебе». Я так помолился полгода. И он думал, думал. И дал. И я полтора года просто в жутком стрессе, там жесткая очень ситуация жизни. И я понял, что вот такие слова нельзя говорить. Я уже на 20 килограмм попадал. Молчите, блин. Вы даже не представляете, что бывает вообще. Не надо. Поберегите свою жизнь. Нельзя хвалиться перед Богом. Особенно в такой ситуации сложной для вас. Вы попали в капкан судьбы сейчас. У вас по-любому будет плохо. Что с ней останетесь, что без нее по-любому будет плохо. Я это понимаю. Просто из двух зол выбирается то, в котором ты не совершаешь греха. Поэтому не разводитесь сами. Если она захочет, пусть разводится. Если вы сами разведетесь, то надо... Если сами, то уже хуже. Если она захочет остаться, вы разведетесь еще хуже. Не делайте себе хуже. Идите минимальным потерь, путем минимальных потерь. Но то, что вы втрюхаетесь жестко в девушку, это вот... И вы втрюхаетесь, и потом сохранить отношения будет очень сложно, потому что через 2,5-3 года она намылится от вас жестко. И вы будете страдать. Это уже вот... Уже все это уже есть в вашей судьбе. Все это уже есть. Вот. А сохраните вы эти отношения или нет, неизвестно, потому что это даже не от вас зависит. Ну, то есть, если Бог захочет, сохраните. Но потом она будет отмороженная, как вы вот хотели, чтобы вы ее бросили. Ну, то есть, все получите назад. Понимаете? Поэтому будьте осторожны. Спасибо. Это судьба уже запущена у вас. Она уже пошла. Уже сердце горит, уже как бы приближается к вам человек. Но это не самая приятная схема жизни, что я вижу сейчас. Надо было все-таки так эту женщину оценить раньше. И вот правильно было бы ее оценить и сделать ее счастливой и самому ее полюбить. Когда служишь человек, тогда любишь. Если отмораживаешься, тогда любовь не будет. А если... У меня, когда эти процессы начались, о которых вы сейчас говорите, уже, да, действительно, поздно было бы. То есть, запоздал я с этим делом. Ну, она все. Она разочаровалась жестко в вас. И как бы сейчас уже не склеишь эти отношения. Бесполезно. Пускай сама решает. Не надо не принимать решения. Спасибо. Мужчины все равно все делают по-своему. Вот я сказал, мужчина все равно сделать не так. Возжется, потом скажет, правильно ли Геннадий сказал? Ладно, мои хорошие, все, я начинаю лекцию, потому что все собрались. Вот. После лекции тоже можно меня подушить. Там уже фойе будет. Вот. А сегодня у нас такая интересная тема. Я вчера вам объяснял, что есть три слоя жизни. Есть духовный, есть социальный, есть психофизический. По всем по ним бьет судьба. Но психофизический слой является фундаментом жизни. у нас есть психическое тело. Это остов. И это психическое тело питается энергией природы. В основном все недокормлены. Вот человек по идее должен на природе жить вообще, понимаете? Но мы все живем в домах. Если над головой нет открытого неба, над головой нет открытого неба, то энергии природы не заходят в организм практически. И человек живет просто вот как может, выживает. У нас постепенно сначала общая энергетика снижается, потом возникают блоки, энергетические впадины такие в нашем психическом теле. И это создает нехватку энергии во внутренние органы, в отношениях. То есть психическое тело это такая структура, которая везде посылает энергию. Энергия нужна и в личной жизни, и на работе, и для здоровья. Вот эти три направления, которые психическое тело посылает энергию. Прежде всего оно посылает энергию на здоровье. Если на здоровье нормально, то дальше энергия посылается на личную жизнь, на работу. Вот это тоже надо понимать, что надо если здоровьем заниматься, то тоже больше энергии пойдет на личную жизнь, когда здоровье поправится. современная культура, современная медицина вообще ничего не знают о психическом теле. Мои рассказы об этом как рассказы пьяного шизофреника. То есть некоторые, кто первый раз в общерех службе думают, блин, что они здесь сидят, они что не видят, что ли, что у человека расстройство какое-то, какие-то вещи говорят странные. Вот. Потому что об этом никто ничего не знает. это знание не имеет никакого развития. Там Моуди один, допустим, врач, он был кардиохирургом и он исследовал пограничные состояния, когда люди попадали в состояние клинической смерти, но при этом выживали. И он их так все оборудование расставлял, чтобы было все понятно и видно. И примерно 30% людей, которые выходили из состояния клинической смерти, себя видели в тот момент, когда энцефалограмма стояла, прямая линия и кардиограмма. То есть, когда человек как будто бы умер, но они видели себя сверху. И они объясняли, как бы, он это как, ну, объяснил это как психический фантом, который остается после смерти тела, и он еще какое-то время живет. Потому что он просто не знал, как это еще объяснить, и у него нет данных не было о том, что будет дальше с этим психическим сгустком, который он написал. почитайте Моуди жизнь после смерти, вот эту книгу, он там провел исследование многочисленное. Вот. Но понимаете, я не основываюсь в своих исследованиях на данных современной медицины, современных врачей. Я изучаю древнюю медицину уже много-много лет. И во всей китайской медицине, в тибетской медицине, в индийской медицине везде существует понятие психического тела. Но в психическом теле есть три составляющие. Есть сам остров психический, он называется Манас на санскрите. Я буду санскритские термины предлагать вам. Вот. В нём находится судьба, в нём наши мысли находятся. И он же является основой, вот, он никогда не умирает, этот остров. Пока душа находится в материальном мире, вот в этой вселенной конкретно, вот для этой нашей вселенной, которой мы живём, даётся одно психическое тело. Если душа по какой-то причине попадёт в другую вселенную, там будет другое психическое тело. Вот. Ну, то есть психическое тело это та оболочка, которая нужна для жизни в материальном мире, потому что душа сама по себе имеет духовное тело, и душа в духовном теле тоже функционирует как Личность. Некоторые не понимают, некоторые думают, что я, когда я умру, и я дальше буду на небушке сидеть, вот, как ангелочек, и ничего там, ничего не будет ни жизни, как говорят. Он говорит, за упокой будем молиться. За какой упокой? он у меня теща ушла из жизни, и она продолжает существовать, функционировать, ее перенесли на другое место, скоро опять она будет рождаться. Никакого упокоя вообще. Активный образ жизни идет. Молиться за упокой, за какой упокой? Все как бы живут дальше. Это мы потом поговорим завтра. Я говорю сегодня о психическом теле. Это психическое тело, оно имеет три составляющие. Банос, это вот каркас психический, там находится судьба в нем, и все остальное. Дальше буддх это разум, психическое тело разума, психическое тело ума, разума, и чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства окружает вот здесь душу, и в нем находятся грехи, все наши грехи, поэтому связаны с эгоизмом сильно. Очищение достоинства означает, что я считаю себя слугой Бога, а не человеком, который должен что-то себе тут приобретать, хомячить. Ну то есть очищение от грехов означает бескорыстие по факту, и цель человеческой жизни в этом заключается. То есть мы в конечном счете очищаем свое эго, поэтому Иисус Христос говорил, ибо иго мое благо или эго, иго, эго это одно и то же, благо, то есть оно никому не причиняет беспокойств. И бремя мое легко, бремя означает, что нет грехов. Он значит такая, как мы, потому что у нас иго всем проблемы составляет, а время наше очень тяжело, потому что на нас давит судьба. Судьба это наши прошлые поступки. Внутри психического тела есть такой шарик психический вот здесь вот, там и находится иго человека или эго, вот здесь в центре душа. И оболочки этого шарика состоят из памяти о прошлых жизнях, из вот этой энергии, которая действует как судьба. Внутри этого шарика в результате влияния времени, влияния планет, пространства, внутрь этого шарика вот с оболочки выходят такие импульсы или узелки кармы или на санскрит называется кармавасаны и они возбуждают пространство вокруг души. Это пространство это и есть наши ощущения все, настроения, наши мысли, чувства, желания, они все формируются вокруг души вот в этом пространстве внутри шарика такого футбольного, который на психическом плане находится. и разум это психическая структура, которая отвечает за процесс познания. Вот и с помощью разума человек может достичь очищения своего сознания. Если он свой разум направляет на правильные вещи, он может добиться того, что его жизнь станет безгрешной, чистой, он достигнет счастья, просветления.